МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Имеет значение, но место встречи изменить нельзя. Спасибо, ребят. Очень круто. Наконец-то выскажу что-то. Только на радиоболтком. В любое время дня и ночи. Программа «Встретились, поговорили». Здравствуйте, добрый день, уважаемые слушатели. Да, действительно, программа «Встретились, поговорили». Сегодня мы встречаемся и говорим с кучем. Ольга Троицин с нами на прямой связи. Здравствуйте, доброе утро. Ольга, добрый день. Добрый день. Приятно всех слышать и прекрасного всем дня. Я напомню, что мы в наших беседах говорим о коучинге, о том, что это может дать людям. Для многих возникают людей сложности в такой самоорганизации, необходимости самим ставить перед собой цели, их добиваться. Вот не все люди, в принципе, могут быть настолько дисциплинированными. Примерно так же, как и тренер, помогает спортсмену достичь спортивных результатов. Коуч помогает человеку реализовать поставленные задачи перед собой, правильно спланировать цели, последовательно их достигать. И вот буквально в последней программе была целая серия передач о том, в чем мы себе отказываем. И, кстати, вот на канале YouTube можно найти и сразу посмотреть всю серию за один присед, потому что мы так ее разбивали на три части. И в этот раз темой, вот заявленной темой, стал личный бренд, как его создавать, что это вообще такое. И обо всем об этом, я надеюсь, вот мы сегодня поговорим. Это тоже будет очень полезно нашим слушателям. Да, тема безумно интересная. Я потратила уже достаточно много времени на изучение этой темы и буду продолжать. И это, наверное, тот эфир, которому я подготовила наибольшее количество печатного материала. У меня сейчас передо мной больше 30 листов. Как я с этим справлюсь, совсем не знаю. Мне точно понадобится ваша помощь в самоорганизации для того, чтобы я не уходила и куда-то не улетала в своих рассуждениях, отходя от этой темы. Потому что я понимаю, что говорить я могу долго и на разные темы. И постоянно там одна тема цепляет другую. Я могу их развивать тоже. Поэтому вы меня, пожалуйста, если что, возвращайте к основной теме нашего эфира. И мне очень хотелось бы, чтобы этот эфир прошел даже в формате какой-то беседы. И тут я полагаюсь полностью на вашу экспертность. И эта тема, я думаю, что будет близка и вам. Потому что вы знаете и людей, и истории книги, и фильмы. И как вы понимаете, что личный бренд, с чем он связан? Да, он все-таки связан с какой-то медийностью, с популярностью. И я уверена, что вы можете очень такой серьезный вклад сделать в этот эфир и быть очень-очень полезным нашим слушателям. Спасибо. Я также хочу напомнить нашим слушателям телефоны прямого эфира 6-7-212-93-9-6-7-213-93-9. Номер WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1. Тоже для того, чтобы вы тоже могли принять участие, может быть, поделиться какими-то своими примерами, вопросами. Также поддержать передачу. Я думаю, что план сегодняшнего эфира примерно мог бы быть таким. Мы бы могли рассмотреть, что такое личный бренд, естественно, примеры, для кого и для чего нужен этот личный бренд, преимущества и недостатки. Вот слово никак не могла подобрать. Построение личного бренда, проработка, создание личного бренда. Так интересно, что к этому словосочинанию сразу даже не подобрать какой-то там глагол. И, возможно, если успеем, формулу личного бренда. Вот у меня такой план. Я бы не обсуждала сегодня построение личного бренда каждого человека, потому что это, как мне кажется, очень индивидуальная работа. Безусловно, есть какая-то структура, есть какая-то система, но работа всё-таки один на один гораздо более эффективная. Если мы сейчас начнём давать лекарства всем от всего, то, я думаю, толку будет мало. А вот если мы сможем в целом погрузиться в эту тему, и рассказать нужность, важность создания личного бренда, чтобы каждый слушатель мог для себя понять, надо ему или это не надо, я думаю, что это будет очень-очень полезно. Ну и вот действительно, что такое личный бренд, потому что мы сталкиваемся сейчас с тем, что многие люди ведут социальные сети в Инстаграме, например, и сталкиваются даже подсознательно с тем, что если сначала это просто подразумевалось, что это возможность обмениваться с друзьями, информация о том, как я провёл выходные, как я, что я покушал, там поел на обед, внезапно становится понятно, что на основе вот всей этой информации люди создают о нас какое-то мнение, и вот эта репутация, которая идёт за нами как шлейф, она важна очень и при приёме на работу, и, может быть, при общении с клиентами, и много-много всяких других вещей, и вот каждое неловкое, неверное движение, оно может или погубить эту репутацию, либо, наоборот, её приумножить. Это прекрасный комментарий, потому что есть сейчас именно такое мнение, что все те люди, которые осознанно ведут соцсети, то есть не просто «это я на море», «это я в отпуске», «это я покушал», «это я попил», а у которых есть какая-то задача, какая-то структура этих соцсетей, и они правда несут что-то важное, ценное от себя, они уже занимаются построением личного бренда. Но понятно, что соцсеть — это один маленький шажок, это одна маленькая часть огромной системы, но в любом случае публичность, безусловно, является неотъемлемой частью всей этой системы. И что такое личный бренд? Личный бренд — это как раз и есть создание и продвижение образа. И дальше, если соцсети — это про продвижение, то в целом система работы над личным брендом, конечно, это создание этого бренда. И одно дело, ты там хорошо готовишь, выкладываешь блюда, выкладываешь рецепты, и люди смотрят, не знаю, там перенимают какие-то рецепты, начинают готовить, ты просто являешься, ну, как мне кажется, лидером мнений в определенном, ну, наверное, в определенном круге. Это может быть какой-то район, где девушка или молодой человек готовит, это может быть какая-то страна, но это еще не является личным брендом. То есть и дальше вопрос к человеку, если он хочет его развивать, то надо, конечно, там этим заниматься долго, систематично. И еще один важный момент, который тоже я изучала и для меня, ну, вот прямо оказалось инсайтом, что мы не строим личный бренд в профессии. Личный бренд может строить только человек. И вот когда приходит клиент, я всегда задаю вопрос, как кто вы хотите личный бренд? Он, например, говорит, я хочу личный бренд как менеджер. Как менеджер мы не выстроим. Вы должны хотеть, вот я, как, не знаю, Василий Иванов, я буду отстраивать свой личный бренд, потому что сегодня я менеджер, завтра я могу оказаться предпринимателем, а послезавтра я, не знаю, там, может быть, организую свою религиозную какую-то организацию, да, или церковь, или политическую организацию, и люди пойдут за мной. И поэтому отстраивание личного бренда как менеджера, оно не имеет никакого, просто никакого смысла. Ну да, я согласен, что, в принципе, каждый человек, он многогранен, но в то же время мы сталкиваемся с тем, что мы должны каким-то образом сузить вот информацию о себе для того, чтобы быть интересными другим людям. Если я хорошо готовлю, то тогда люди будут искать на моей страничке, наверное, рецепты новых блюд, а вот куда я съездил, что я посмотрел, может быть, их будет интересовать меньше. Если человек будет заниматься личным брендом, людей будет интересовать все, потому что формирование личного бренда связано с влиянием на людей. То есть вы же не будете влиять только на тех, кто готовит ваши блюда. Если вы отстраиваете свой личный бренд, вы начинаете влиять на всех людей, которые находятся рядом с вами, и им уже будет интересно, и им будет важно. То есть где вы живете, в каком доме вы готовите, какие продукты вы покупаете, в какие супермаркеты вы ходите, какое мнение вы имеете относительно того, что происходит вокруг вас. И, допустим, мнение относительно открытия или закрытия ресторанов. Почему нет? То есть вы будете являться уже какой-то медийной публичной личностью, и людям будет интересно вас слушать. А если вы только готовите и выкладываете фотографии, рецепты в сети, например, Инстаграм, это далеко не личный бренд. Это просто ваша страничка, ваш бизнес и ваш маркетинг вокруг этого одного маленького направления. И поэтому личный бренд – это глобально, а вот мы готовим, выкладываем это локально. И я для себя даже, собственно, какое-то определение вывела, что такое личный бренд – это системный подход к формированию цельной личности. Это вот моё предложение. Могу, наверное, дипломную работу начинать писать. Я уже понимаю, что я тоже вношу какой-то такой вклад в собственные вещи, которые я изучаю, которые мне интересны, когда я начинаю уже транслировать не только то, что я прочитала, а всё-таки то, что пропустила через себя, и у меня уже есть какие-то тоже свои формулировки, которыми я готова делиться. И вот поговорив о том, что такое личный бренд, это понятно, это продвижение образа, я думаю, что мы можем перейти к более интересным, это примеры личного бренда. И самое, я нашла информацию, с чего я бы, наверное, хотела, это личные бренды в Российской империи, по-моему. Сейчас я вам даже… То есть даже уже тогда были люди-бренды, и все мы их прекрасно знаем. Первое – это господин Смирнов, который создал водку, которая до сих пор существует. Я даже сейчас попробую найти. Потом, естественно, Фуберже. Да, тут я тоже согласен, что фамилия очень ярко говорящая, сразу же не нужно даже расшифровывать и объяснять. Купец Елисеев. И даже до сих пор, по-моему, в Санкт-Петербурге есть Елисейский пассаж, правильно? Да. Названный его именем. Вот, и поэтому, то есть если мы возьмем даже еще, вот да, в Российской империи, и даже если мы возьмем те стародавние времена, когда уже люди занимались как бы собственным брендом. Но опять тоже интересно, я изучала, что развитие личного бренда в Америке и в России – это две совершенно разные истории. То есть в Америке это поставлено на поток. Это здорово развито, это очень здорово монетизируется. Люди, создающие и создавшие личный бренд вокруг себя, зарабатывают огромные деньги. В России этого не происходит. Вот не доизучала до конца феномен, если очень интересно смогу углубиться, то ли потому что менталитет тоже другой, да. И мы помним там и Алла Пугачева «Духи» выпускала. Было радио даже такое, радио Алла, которое почему-то вот тоже не сработало. Вот, понимаете? И вот столько, сколько я читала примеров, в России практически нет удачных примеров людей, брендов, то есть чтобы они несли это дальше. То есть это не просто певец, как мы говорим, да, и человек хорошо выступает на сцене, у него хороший голос. А чтобы он являлся каким-то определенным брендом. В Америке же это работает потрясающе. И я подготовила несколько примеров. Например, Мария Шарапа. Все знают, что она теннисистка. Да. И, естественно, она выступает на соревнованиях, она зарабатывает очень хорошие деньги на этом. Но при этом у нее есть большие контракты и со спортивными брендами, от коллабораций, с которыми она получает очень неплохие деньги. И плюс она создала свой бренд, Шугарпова, по-моему, он правильно называется. Это такие жевательные резинки диетические, на которых она зарабатывает тоже там как бы миллионы в год. Ольга, извините, я тут просто очень долго человек дозванивается. Вот мы, может быть, примем звонок. Здравствуйте, пожалуйста. Здравствуйте. Чувствуется злободневная тема, и с таким энтузиазизмом ваша собеседница нам все рассказывает. Но я вот вижу все равно, когда говорит она про человека-бренда, да, то все равно разговор идет о том, как себя продать. То есть речь идет о товаре. Человек-товар. Вот неважно, что он там производит материальное или он услугу производит, этот бренд нужен для продажи. Но я никак не могу понять, зачем бренд нужен просто человеку. Наоборот, человеку нуждается в какой-то, ну, личной жизни, закрытости. Это сейчас, конечно, модно там выкатывать всю свою жизнь, вплоть даже, может быть, наверное, уже скоро дойдут вообще до полного откровения в своей личной жизни. Не знаю, как это все будет, да, к тому все идет, да. Но это не бренд, это, наоборот, мне кажется, такая какая-то легкая мерзость, да. Но здесь, мне кажется, вы что-то смешиваете все равно. Да, я смешиваю, я так понимаю, понимаете, да. Но давайте сейчас, поэтому мы попросим прокомментировать ваше выступление. То есть я понимаю, что человек, может быть, у человека все смешалось, и вот как раз-таки он, во-первых, плохо ли то, что мы говорим, что это товар, ну, вот бренд это товар, и есть ли в этом что-то нехорошее. Ну, и второе, что мне кажется, что человек все-таки смешивает то, что что-то создается на продажу, там, включая свою личную жизнь. Мне кажется, что так ли поступают, вот нужно ли человеку, который выпускает водку Смирнов, допускать, там, прямо рассказывать о себе какие-то интимные вещи? Очень хороший, кстати, звонок. И, между прочим, есть потрясающая фраза, которую я выделила, и которая спорная, и вокруг нее тоже очень много дискуссий. И она, в принципе, соответствует вот этому звонку. Есть такой господин Филипп Котлер, занимается современной теорией маркетинга, и он сказал, что если вы не бренд, вы не существуете. Кто же вы тогда? Вы обычный товар. И комментарий, с чего начал звонивший, он очень правильно отметил. Люди создают личный бренд для того, чтобы монетизировать, для того, чтобы получать дополнительный доход. Вот единственное, у меня это было чуть позже в эфире, да, как раз-то по пунктам мы говорим, для кого нужен этот личный бренд. Абсолютно не для всех, да, и есть абсолютно категории, и отдельные люди, которые этим занимаются, это развивают. И, как мы уже начали говорить про Марию Шарапову, например, да, человек-тенесист зарабатывает миллионы, люди интересуются ей, ее личностью, ее мнением, покупают ее жвачки и конфетки, потому что она их создала, потому что она спортсменка. И они верят в то, что она знает, с каким составом должны быть вот эти вот правильные конфетки без сахара, да, и, конечно, она это монетизирует. Естественно, она этом зарабатывает миллионы, потому что заниматься личным брендом, тратить такое количество времени, энергии и денег, чтобы потом не получить деньги обратно, ну, это просто глупо. Да, и для этого каждый человек, конечно, принимает решение, если вы работаете, ну, я не знаю, например, тот же самый простой бухгалтер в компании, ну, конечно, если у него нет амбиции, конечно, ему не нужен личный бренд. И на первой консультации, когда ко мне приходит человек, я всегда спрашиваю, у вас амбиции построения личного бренда, оно локальное или глобальное? То есть вы можете отстроить личный бренд в компании, просто быть самым лучшим бухгалтером в компании, как я это могу сделать? И мы работаем над изменением мышления, вот, ну, практически всё, о чём мы говорили в предыдущие эфиры, да, мы работаем над этим. И, конечно, никому не интересно, какая личная жизнь у этого бухгалтера, да, потому что он отстраивается только в рамках, как бы, своей компании, да, или он просто планирует идти на повышение. А люди глобальные, которые, например, хотят идти в политику, у них амбиции совершенно другие, у них совершенно, и, конечно, человек, который в политике, людям будет, наверное, не всё равно, да, сколько раз он был женат, или как он относится к кошечкам-собачкам, да, или, там, как часто он путешествует, например, да, если человек в политике путешествует каждый месяц в дальние страны, а все прекрасно знают официальную зарплату, да, то есть там же совершенно другая работа. Но то, что это связано с дополнительной монетизацией, это абсолютно 100% так, да, и человек, конечно, себя через это продаёт. Ну, вот, да, американские, да, американские примеры, вот мы начали с Шараповой. Например, да, то есть если Мария Шарапова как бы в Америке она монетизировалась, получилось бы у неё это сделать в России, скажем, большой-большой вопрос, да, если бы она сделала коллаборацию с какими-то там российскими брендами. Дальше возьмём Джорджа Клуни. То, что он был в рекламе кофе и эспрессо, это всё понятно, это всё знают, но он к этому не имеет никакого отношения. Он в 2013 году основал бренд по производству текилы. У них была заявка, что они, по-моему, будут производить самую мягкую текилу, которую будут пить они, все их друзья. То есть, ну, в общем, хорошая идея. И он организовал это, у него партнёров был муж Синди Кроффорд и ещё, по-моему, один там молодой человек, я могу найти фамилию, у меня она фамилия плохая. Мужа, по-моему, там Гербер была, да, фамилия Гербер. Именно так, да, это как раз муж Синди Кроффорд, да. И он продал в 2017 году этот бренд за миллиард текилы. При том, что у текилы, мы все знаем, что есть такой напиток, но, наверное, в Европе он может быть там не очень популярен, да, может быть больше в России, там, а в Америке, там, в Северно-Южной может быть больше популярна. Просто и он продал за миллиард с условием, что он всё равно остаётся как, ну, лицо этого бренда, да, что он в любом случае будет пить эту текилу, он будет о ней рассказывать, он будет говорить о популярности. То есть, мне кажется, это прекрасная история, при том, что Джордж Куни актёр и зарабатывает, опять-таки, очень хорошие гонорары, да, он всё равно добавил, вот, как бы вложил свой бренд в тот продукт, который он верит. У него было соединение каких-то ценностей с этим продуктом, то есть, наверное, если бы он не пил текилу и не любил, ничего бы не получилось, и люди бы вокруг знали, что он не употребляет, например, да, и на каждой вечеринке он говорит, извините, я не пью налетеннюю воду, и вдруг он там, как бы, рассказывает что-то про текилу, так бы не получилось. То есть, явно, человеку нравится то, что он делает, и это был, так называемый, субпродукт к его основному какому-то виду дели. Вот можно я... Например, Анжелина Джоли с Брэдом Питом, они производили розовое вино, да, достаточно дорогое, называлось Мировал, тоже я вот с ударениями сложно, да, я вот как бы прочитала, я думаю, что кто-то лучше знает, и я знаю, что это вино продавалось в Латвии. Да, и когда вы покупаете это вино, что вы чувствуете? Что вы являетесь частью какой-то большой семьи, какой-то большой компании, и к этой компании имеют отношение вот эти люди, которые с мировой известностью, и они являются уже знаком качества того, что это вино, скорее всего, да, лучше, чем все остальные. То есть, да, они заключили договор с винным домом, да, производят, естественно, там, дорогих, это не в каком-то там ангарчике в своем, да, но они решили это сделать. Все, вот им хотелось, чтобы бутылка этого вина стояла на столе во время, там, например, романтических свиданий. Но при этом, скажем, Брэд Питт босыми ногами не давил виноград, как это делал Челентано в фильме, в общем, мы понимаем, что вряд ли, ну, они как бы имеют непосредственные отношения, но вот они свое имя связали. Да, то есть мы говорим о том, что их имя в актерском мастерстве не вызывает ни у кого никаких сомнений, но очень много истории успеха, когда эти имена даются и присваиваются совершенно другим бизнесам, совершенно другим брендам. Вот так же, как и Джессика Альба, да, у нее, причем я слышала, что у нее обороты какие-то огромные просто в ее компании, она производит биотовары для дома, для детей, что-то такое очень экологичное, без химикатов, без ничего, да. И мне кажется, я где-то считала, что там компания приносит ей денег гораздо больше даже, чем ее актерское мастерство. Вот я как раз хотел добавить вот именно очень важный факт, где, ну, обращали в свое время внимание, что и Ален Делон, и Элизабет Тейлор, они также вот свои имена связывали, давали парфюму. Ну, и здесь опять-таки, ну, объяснялось, что да, конечно, они не разрабатывали этот парфюм, но опять-таки им приносили на пробу различные образцы, и они долго выбирали, и выбирали вот тот именно как бы аромат, который им казалось, что соответствует их, раскрывает их какую-то вот личность, вот, ну, наверное, соответствует их личному бренду, как бы сейчас мы сказали. И поэтому вот они, именно вот этот парфюм, то есть был связан, потому что они лично его выбрали. И понятно, что вот я, когда читал эти новости, подчеркивалось и объяснялось, тогда это только начиналось в России, и подчеркивали, говорили, что западные звезды, они с очень большой щепетильностью относятся к этому, и они никогда не позволят себе, ну, просто наобум, не проверив, там, подписать контракт. Хорошо, пускай будут это духи какие-нибудь, которые будут с ужасным качеством, ужасного запаха, и они себя поставят в неловкое положение. Это я к тому, что в России была вот интересная сцена, когда известный российский актер, он рекламировал, ну, по-моему, банк, ну, какой-то вот банк, который в результате лопнул, люди потеряли деньги. И когда они обратились к этому актеру, он объяснял, я же просто сыграл, но меня попросили сыграть, это была роль, а ему говорили, нет, извини, пожалуйста, когда мы несли свои кровные деньги в банк, мы верили, мы не верили ни рекламе, мы конкретно верили тебе, мы под твое честное слово, под твою репутацию давали деньги. И он очень сильно, ну, вот потерял, можно сказать, на вот этой рекламе свою репутацию. Кстати, безумно интересная тема, вот я пока слушала, вообще я даже себе запишу, я ее поисследую, где проходит та грань между, где лицо рекламная кампания и где ты участвуешь как свой личный бренд, да, потому что это же тоже очень важно, там, например, все духи, парфюм, всю косметику рекламируют звезды, я уверена, что у них даже в косметичках этого нет, да, то есть это просто красивое лицо, на них то же самое, там, бижутерия, ювелирные изделия, да, то есть они просто являются или там говорящей головой, или просто телом, да, или чем-то, чем-то, то есть с ними заключили рекламный контракт. Но если мы говорим на самом деле о бизнесе личного бренда, то это немножко по-другому. Этот человек вовлечен, он является собственником, да, он является владельцем этого всего, неважно там на какой процент, потому что те, и у Клуни, и у Альбы, и у Шараповой, по-моему, естественно, там, большая часть, как бы, долей в компании принадлежит, это их бизнес. И понятно, что они, так как бизнес является продолжением нас самих, обязательно никогда не бывает, мы отдельно, бизнес отдельно, да, или я сделал бизнес, и теперь этим бизнесом управляют какие-то люди, я к этому не имею отношения. Всегда бизнес является продолжением владельца, да, и всегда этот бизнес будут ассоциировать с этим владельцем, да, и если человек, там, не знаю, когда-то вышел из какой-нибудь там, из сицилийской итальянской мафии и вдруг сделал какое-то доброе дело, да, ну, я думаю, пойдет, ну, дикий диссонанс, то есть люди не поймут, потому что деньги заработаны совершенно нечестным путем, и даже если он на эти деньги, я не знаю, там, производит маски, да, одноразовые, или пытается спасти мир, это как раньше, кстати, бандиты церковь строили, помните? Да, конечно, да. Вот, такая же история, да, то есть в каком моменте ты хороший, в каком плохой, ты выстроил свой личный бренд фактически, да, на каких-то бандитских разборках, непонятно, каким образом получил эти деньги, и теперь ты думаешь, что построив церковь, ты будешь хорошим, но как-то странно, да, и вот тут очень важно, если бы там при бандитских разборках кто-то лучше спонсировал какую-нибудь больницу, например, например, между прочим, я так подумала, это было бы как раз более логично, да, ну что хоть как-то, вот, ну церковь, почему у них вот в голове возникла вот такая вот идея, вот. Да, ну вот мы сталкиваемся, да, с тем, что как бы очень сложно понять, где находится твой личный бренд, а где просто какие-то моменты рекламы и вложения денег, вот эти грани, которые еще просто, может быть, еще нащупываются в ходе беседы. Я напомню нашим слушателям, 6212-93-9, 6213-93-9, телефоны в студии. Ольга Троицена, коуч, мы сегодня беседуем о личном бренде, кому это нужно, для кого нужен личный бренд и что это такое. Да, и мы переходим как раз к ответу на вопрос для кого. То есть мы привели примеры людей, очень здорово, теперь для кого. Первое и основное, если у человека появляется какая-то глобальная идея, начиная от спасения мира и заканчивая от спасения, мы вот путешествовали на Пасху по Латвии, есть у нас какие-то редкие черные слизни, например, где-то мы там покурсно путешествовали, да, и человек может принять решение о том, что он, например, будет, я даже не знаю, не то что даже охранять природу сам, вот лично, да, по лесу, а это будет его философия. И как ты можешь как бы повести за собой людей, достучаться до людей, донести мысль, что, например, в Латвии надо вот этих вот или там черных слизней или кого-то защищать, если ты не отстраиваешь личный бренд. То есть, ну, ты сказал вечером дома в семье, скажет, слушайте, я вот увидел такая трагедия, у нас вот эти вот слизни, они там погибают, да. Семья говорит, ну, хорошо, и что мы можем сделать? Он говорит, нет, я на этом не успокоюсь, я считаю, что надо с этим что-то сделать, да. Я пойду в какие-нибудь организации по защите. И что происходит дальше? То есть приходит просто человек в организацию по защите природы Латвии и говорит, вы знаете, вот мне жалко этих животных. Они говорят, ну, и хорошо, иди возьми там, не знаю, лопату или пособирай их или еще что-то, да. А другое дело, приходит публичный человек, который до этого, например, занимался отстраиванием личного бренда. Что делает он? У него есть соцсети, у него есть выход. И он говорит о том, что я довольно известный человек в обществе, я считаю, что это экологическая проблема в Латвии, что у нас такой вот исчезающий вид. Давайте подумаем, что конкретно мы можем сделать. И начинает призывать людей уже, огромной массой людей, продникнуться тоже этой проблемой. И теперь в следующий раз, если бы такое было, и я поехала бы, например, путешествовать по Латвии, и мне что-то сказали, что я могу до этих слизней сделать, не знаю, купить сахар, например, или наоборот, сахар не покупать, не знаю, чем они питаются, да, или там сделать что-то, или не сделать что-то, я обязательно это сделаю. Потому что человек, которого я знаю, да, которого я уважаю, он разделяет эту проблему. То есть это, опять-таки, вопрос наших амбиций. Если мы хотим реализовать какую-то свою идею, философию, вот я говорю, защиты природы, да, мы прекрасно знаем девочку маленькую, которая была одержима как бы идеей защиты экологии, и, ну, слава богу, коронавирус как бы всё расставил по местам. Но по сути, а как вы думаете, это же в чистом виде состояние личного бренда, а как ещё она может влиять на такое количество людей? Там чуть ли не весь мир о ней узнал, да, о молодой девочке. И это не напрямую монетизацию, да, вот как позвонил там молодой человек, говорит, да, это же продажа себя, ну подождите, да, точно так же в религии, да, но это не совсем как бы про продажу, это про то, что у тебя есть амбиции, и про то, что у тебя есть какая-то идея, которую ты хочешь донести. Это мы говорим вообще в безденежном варианте, да, как бы какая у нас та цель. И вообще, как бы, личный бренд, отставим не личного бренда, это вообще не может быть самоцелью, а это может быть только инструментом для достижения какой-то более глобальной своей цели. А цель уже любая, да, может быть спасти мир. Если у вас, например, свой бизнес, вам нужны новые партнёры, вы хотите выйти за пределы этой страны, и вы хотели, чтобы вас знать, а как? Смотрите, сейчас вы приезжаете просто, здравствуйте, я из Латвии, у меня компания там АБЦ, да, я бы хотела у вас закупать товар. Другое дело, вы приезжаете, говорите, вы знаете, я интересуюсь, ну давайте выберем какую-нибудь любую продуктовую линейку, например, с сырами. Вот, вы знаете, я люблю сыры, да, я изучаю этот вопрос. У меня есть социальные сети, у меня есть какая-то группа, не знаю, или там ассоциация федерации, да, где мы это обсуждаем. Я путешествую по миру, я изучаю сыроварение, ну, в общем, производство сыров, да, я приехал в вашу компанию, потому что вот у меня, я там был в 10 странах, у меня есть вот такая коллекция, а в вашей стране я не был, с вами я не работал, мне очень интересно с вами поработать, давайте вот, ну, заключим там договор или какую-то поставку какого-то определённого там этого сыра. И вот в первом и во втором варианте. В первом варианте вы, может быть, на e-mail даже не ответили, да, потому что таких с компанией АБЦ очень много. И второе, когда вы приходите с глобальной своей какой-то философией, вы говорите о том, что это является, вот этот ваш интерес, эта ваша компания является частью вашей жизни, и вы в это вкладываетесь. И вы вкладываете и себя, и свой личный бренд в производство этого товара. И все знают, например, в Латвии о том, что там опять Ваня Иванов, он знает про сыры, потому что у него есть производство, потому что он читает, потому что он путешествует. И любой, кто придет на этот рынок и захочет там закупать эти сыры или еще что-то, он придет к этому господину с вопросом, да, и, соответственно, этот господин что? Он будет уже знать, что происходит на этом рынке. Он будет знать и себя, и этот рынок, и тех людей, всех, потому что все придут, первым делом, к нему, потому что он точно знает дорогу. Ну, я могу, наверное, добавить пример с Чулпан Хаматовой и с ее фондом «Подари жизнь», когда она приходит, я понимаю, за деньгами, ну, для спасения больных детей. Вот если просто человек с улицы будет пытаться, наверное, собрать деньги, у него вряд ли это получится. Вот она, используя свой какой-то авторитет, который ей удалось создать в актерском мире, и она достаточно публичная персона, вот она занимается этим, и ей удается делать добрые дела, ну, вот, может, монетизировать свое имя вот именно для продвижения добрых дел. Знаете, я не хотела задевать на этом эфире этот момент, но на самом деле он очень важный, потому что с построением личного бренда буквально второй или третий момент, который возникает, это ваша социальная позиция, да, что такое социальная позиция, то есть помимо того, что я, я хочу, у меня есть компания, у меня есть деньги, я хочу это делать, у человека должна быть социальная позиция, он должен озвучивать, за какие социальные слои, вот кто-то, это может быть животные в Латвии, да, у кого-то дети, у кого-то животные, да, у тебя должна быть какая-то социальная позиция, потому что ты должен нести пользу обществу. И вот я очень люблю слово «должен», но если ты уже становишься публичной личностью, да, мне кажется, ты, ну, это просто неотъемлемая часть, то есть ты не можешь просто пожинать плоды и зарабатывать деньги и складывать их куда-то в вышку или в себя, да, или в свою семью, тебе надо начинать этим делиться, потому что, опять-таки, это является частью работы над личным брендом, ты становишься еще более популярным через вот это вот, да, то есть и Чупан Хаматова тоже, она же, ну, как бы изначально актриса, да, но вот ее социальная позиция сейчас, она даже сильнее, чем ее профессиональная позиция изначально, да, и все ее уже знают как благотворителя, то есть мы идем это еще на, я даже не знаю, на ступеньку выше. Да, да. И все точно знают, что если она говорит, или она советует, или она это проверила, ни у кого даже сомнений нету. И не потому, что она лицо рекламной компании, потому что она в этом живет, потому что она в это верит, она этим занимается. И это тоже огромная разница, да, в том, являемся ли мы частью того, что мы делаем, или мы просто идем рядом, да, это так же, как многие друзья могут попросить что-то сделать, где-то помочь, озвучить. Вот вы тоже являетесь публичной личностью, явно к вам тоже могут приходить с какими-то вопросами. Но вы будете идти просто рядом с этим вопросом, да, то есть вас попросили помочь, вы помогли, вас попросили там, ну, что-то там, может быть, озвучить, прорекламировать, вы это сделали. А вы можете, а если вы будете делать что-то, что является продолжением вас, то есть какая-то, ну, любая там социальная позиция, например, вы озвучите о том, что, вы знаете, я там помогаю детям, и все будут знать, что вот эта вот благотворительная помощь является частью вас, это будет совсем по-другому. И к вам пойдут люди, потому что они вам доверяют, потому что они вас слушают каждый день, и, соответственно, если вы говорите, это мое, я являюсь частью этого проекта, они не могут не поверить. Но это должно идти, конечно, изнутри, а не просто какая-то там вывеска. Меня попросили, я это сделал, нет. У нас, к сожалению, я вот смотрю, очень мало осталось времени, буквально две, наверное, минутки. Поэтому я даже не знаю, что лучше сделать. Скорее всего, нам придется вот как бы разделить эту, опять-таки, тему на несколько передач, и те, кто нас сейчас слушает, обязательно дождитесь следующей среды для того, чтобы продолжить разговор вот о создании личного бренда, потому что я понимаю, что тема действительно касается, ну, может быть, не только звезд, но это и могут быть люди, ну, менее известные, чем Чулпан Хаматова, гораздо менее, но тем не менее, которые могут выстроить свой личный бренд, и это может помочь им в дальнейшей их и профессиональной, и общественной деятельности. Ольга Троицына, коуч была сегодня с нами. Спасибо большое, Ольга, за такую интересную тему, за интересный рассказ, и обязательно попросим вас в следующую среду продолжить разговор. Я буду очень рада, потому что мы тогда как раз можем начать с экспертов, то есть показать, как эксперты в своей области, да, для чего им нужен этот личный бренд, и не для денег, а как они могут это использовать, да, потому что этой экспертностью, я считаю, что надо делиться. Мы просто не имеем права сидеть, аккумулировать и думать, что нас и так заметят. И поэтому я буду очень рада продолжить эту тему. Я, надеюсь, подготовлю еще много печатных листов, и мы еще дадим еще большую ценность нашим слушателям. Спасибо вам огромное за сегодняшнюю тему, за сегодняшний день. Спасибо. До свидания.